смотря этот ролик через vpn вы очень помогаете авто в беларуси и в зале лайк поставили волк в беларуси они дошли до пятой части и почему вы ждали ходила до градировал персонаж василиса как сценаристы украли идеи и шрека и почему шрек сделал тоже самое лучше все об этом разберемся студия мельница нет сегодня об этом разберемся не отходите далеко все массово здрев развитие персонажа насколько оно нужно вопрос от ютубера который нифига не развивается одно из известных правил для написания истории которые знают и люди далекие от получения корочки сценариста это то что персонаж должен быть в конце уже не таким каким был в начале пройти через свою сюжетную арку мало просто по я видела достаточно много фильмов которые вот таким дальше очень-очень грустные в том плане что вас персонаж какой-то говнюк и потом покажет вроде он как справляется в конце становится таким же говнюком как и был и ты думаешь к чему это вообще все было под этого путешествия становления если он остался точно таким же приключениях и победить врага нужно чтобы эти события изменили героя на неком нравственном уровне случае злодеев можно с восторгом наблюдать и человека который плавно пришел к темной стороне и человека который скорее является олицетворением хаоса без предыстории с героем же ты хочешь пройти путь увидеть как он преодолевает угрозы старается быть лучше по этому людям народу на скайвокин маленького воин который хотя бы перед своими как сказать нематерно такого крутого чувака остается легко по воле сценария с другой стороны я считаю что в искусстве нет правил мне могут нравиться фильмы даже если я понимаю их изъяны осознаю что они глупые можно бесконечно душнить по фактовую структуру про законы драматургии но главное чтобы кино нравилось зрителям а фильмы для людей это все же эмоции а не точная наука сложнее даже есть такие фильмы как бы если они вызвали на эмоции это хорошо а gazeba этот фильм у нас только ужасный что сейчас у тебя так бомбит жопа вместе 마음에 прям я хорошо потому что же тебя вызвала на эмоции то есть он был какое-то знаешь на прям ликки ты ну то есть это фильм плохой но он хорош тем что он тебя вывел на эмоции просто ну ввел те на негативные эмоции а не на те которые изначально он рассчитывал ну значит запомнил наверное на долго его да и там свтром яйфа ним что о боже помните на этот фильм а ты был такой 케эш понимаешь и значит и �imate миллион to consumo смысле он свою функцию выполнил запоминающий а хорошо потому что плохо да и Эээ, хорошо, потому что он тебе вызвал эмоции, но плохо, потому что он был ужасный, и тебе от этого сгорела жопа, понимаешь? Когда речь идёт не про фильм, а про серию фильмов. Герою по-хорошему нужно развиваться дальше и умнеть. Например, Тони Старк по ходу фильмов Марвел улучшает свои костюмы, оглядываясь на их былые недостатки. С другой стороны, он лично заложит сюжетной арке, борьба со своим эгоизмом, а потом проявление жертвенности. Это как бы было в первых Мстителях, а потом ещё раз, только более летально. Не удивлюсь, что если его когда-нибудь воскресят, то только для того, чтобы он благородно пожертвовал собой ещё раз. И это не худший вариант. Вспомним несчастного паука Тома Холланда, который буквально в каждом своём фильме находится в образе юного супергероя, который по неопытности тупит, но вот в финале, наконец, становится самостоятельным героем. И так три раза по кругу. Но самое стрёмное, когда герой откровенно деградирует. В первом мультфильме серии «Иван-Царевич и Серый Волк» нам показывали героиню Василису, как казалось... Капом, сильно независимая. ...банальную царевну. Она много читала, и её начитанность реально была проблемой для всяких потенциальных мужей, которые, видимо, берегли своё хрупкое мужское эго от того, что их пассия может быть более разносторонней, чем они. И куда всё это вылилось в продолжениях? Василиса превратилась в шаблон а-ля девушка главного героя, которая постоянно выносит ему мозг к какой-то, извините меня, откровенной хренью на пустом месте. А ты, вон, оказывается, какой? Какой? А так, как раньше, раньше был такой, такой... Другой. Да, сценаристы как бы пытались это обыгрывать в неком юмористическом контексте. Но, во-первых, то, что персонаж превратился просто в шутку, это не то, чтобы сильно меня радует. А, во-вторых, со временем это всё же стало скорее бесить, чем вызывать улыбку. Может, конечно, в этом был какой-то осознанный посыл? Типа, если ты прочёл много книг, это вовсе не делает тебя прямо-таки умным и адекватным человеком. Вообще, мысль-то вполне... Кстати, да, мысль хорошая. На самом деле, если ты много книг прочитал, ты не знаешь, что сразу ты как-то преисполнился. Научился потрясающему красноречию, например. Или узнал очень много информации. Может быть так? Допустим, как я раньше считала? Я думаю, знаешь, что из-за чего это? Из-за усвояемости. Знаешь, как таблетка, да? Не у каждого усваивается. То есть, ты вроде как принимаешь, да? Но она у тебя не усвоилась. Ты её как бы не пропустил через себя, не проанализировал. Ну, вообще, она у всех усваиваться должна, если нормальная таблетка. Просто, может быть, допустим, плохая биодоступность у таблетки. Это, значит, в чём проблема? В книге? Значит, получается, в книге как-то плохо написано, что ты её не исправнил? А, ну, здесь с другой стороны. Видишь, здесь видишь, не каждый человек может усвоить. Я раньше, знаешь, как считала? Думала, если ты читаешь много книг, то, значит, ты будешь, допустим, писать грамотно. Ну, типа, ты же насмотренный, да? Ты очень много раз видела это слово. Ты уж в любом случае помнишь, как оно пишется. У меня была вот такая с какой-то стороны проблема, что, допустим, я писала слово правильно, но потом, когда мне говорили рассказать правило, я не могла его рассказать, потому что я его не учила. Я просто пишу правильно автоматически, потому что, допустим, я прочитала книгу и запомнила. Есть люди, у которых хорошая зрительная память, да? Они запоминают. А есть люди, которые очень много книг прочитали, но они как писали с ужасными ошибками, как бы так и пишут, потому что вот они именно саму информацию, допустим, хорошо запомнили, но как конкретно буковки пишутся, они не помнят. Правильно, вот. Ну, то есть вот такая вещь субъективная. Разумная. Но что-то мне подсказывает, что сценаристы просто не придумали, что делать с этой героиней. Или, может, как те самые абстрактные потенциальные женихи боялись, что если Василиса будет слишком хороша, то за ней будет теряться сам Иван Царевич. Так вот, я в своем старом ролике про Ивана Царевича выражал надежду, что в пятой части с Василисой наконец-таки сделают что-то адекватное в этом плане. Она стала еще более тпшной. И, конечно же, новая часть не заставила себя ждать, ведь это стабильность. Я бы назвала это безхозяйственностью. А я считаю, что в данном случае стабильность больше подходит. Разберем же пятую картину и поймем, как обстоят дела. По сюжету Иван приглашает Василису в свое тридесятое царство. Итак, это государственная граница. А как я через забор полезу? Я же в платье. Не, с одной стороны, претензия резонная. А с другой, уже первые реплики пропитаны этим образом. Я же девочка, вы заметили? Ладно, я придираюсь, один раз можно. Четки, семякаться? Давай прыгнем. Ваня, ну я же в платье. Господи, ну видимо, раз у тебя платье вместо индивидуальности, то стоит ни на секунду о нем не затыкаться. Ладно, возможно, это намек Ивану, чтобы тот обновил ей гардероб. Давайте лучше еще раз вспомним яркую черту Василисы из первой части. Она начитанная. Да, мы уже поняли, что чтение не делает из тебя гения. Но, как по мне, большое количество прочитанных книжек явно должно сказаться на словарном запасе человека. Но не в случае Василисы. А у вас здесь было что-нибудь такое, ну, загадочное? Да, такое, знаешь. Мы же не знаем, как я на книге читала. Показали, что она читала вообще-то химические формулы. Где тут будет начитанность? Да. Можно она только одни формулы и читала все время. Может она... Можно Данцова читала. Точные науки. Ну, или что-нибудь такое. Не обязательно что? Такое. Вот такое. Такое вот такое. Ну, такое вот, да. Х2-9-4-15 вот. Вот это вот. Что-то несуществующее. Мне кажется, если когда-нибудь этой даме будут вручать какую-нибудь премию, то ее речь, скорее всего, будет такой. Чё-таки? Ну, на Оскаре бывали и более одиозные выступления. Да, это помню. Хотя, наверное, лучше действительно произносить только звуки. Как будто бы понравилось. Потому что в скале героя будет место под названием Там, не знаю когда, и... Вдруг в этом там будет какое-нибудь блестящее общество, а я в таком простом наряде. Да вы издеваетесь. Ну, про платье. Понимаете, прошло всего 4 минуты 55 секунд мультфильма. И Василиса выдала 3 реплики про смотки. Я хочу напомнить, что речь идет про героиню, которая в первой части категорически отвергла желание отца выдать ее замуж, а бы за кого. Тогда это выглядело как проявление ее образованности и сильного характера. А что, если у Василисы была сестра-близнец? В какой-то из частей случилось какое-то горе, и она умерла, и теперь она ее подменяет. Нет, это слишком большая сложность. Ну, типа, узнаешь, что у одной из этих характеров... Почему? Ну, случилось это... Может быть, она лазила в библиотеке. Болезнь Альцгеймера. Она лазила в библиотеке, и большая-большая книжка упала ей на голову. На какую-нибудь часть, там, не знаю, Тимину или где там, Центр восприятия информации, и она из-за этого перестала вести себя. Она перестала говорить вообще. Может быть, налобные доли. Это помнишь, как, знаешь, делают лоботомию людям, и они теряют часть своей личности. Вот они были агрессивные, становятся овощные. И она просто вот такой фэй-фэй-спам сильно пробила. Тыщ, например, от чего-то. И да, травмировала лобную долю, и вот это все вот так вот случилось. Характера личности, которая не будет прогибаться под какие-то там древние устои. А теперь уже кажется, что она отвергала мужиков, потому что у нее слишком простой наряд для них. Может, я сейчас поражу сценариста, но девушки могут говорить не только о шмотках. Понимаю, шокирующая информация, но может быть еще через пять частей высота, помаде, да, краски всякие. Василиса начинает разговаривать с дубом и демонстрировать активную смену своего настроения. Ой, Вань, смотри. А сначала будет там или когда? Вообще-то вначале положено там. Все, Вань, мне уже не нравится. Пошли отсюда. Ну хорошо, пусть сначала будет когда. И вот она уже соглашается, ведь прошлое решение это же не платье. Им можно и пожертвовать. Просьба отключить телефоны, а также не вмешиваться в трансляцию, симуляцию. Я хочу вспомнить, как мы познакомились. Что с Тихо Луиной такие? Знаете, я в целом не осуждаю персонажей. Я бы тоже лучше бы вместо всего этого пересмотрел бы первую часть. То есть, то есть, то есть, то есть, сценаристы для того, чтобы увеличить хронометраж последней части, ставили, ты знаешь, как филерные серии. Когда смотришь аниме, есть после 25 серий или после скольки обычно филерная серия, в которой показывают, что... Точнее, она не филерная. Филерная – это когда ответвление сюжета. А там серия повторюшкой, я называю. Там краткий пересказ предыдущих серий. Знаешь, включаешь, что в аниме есть такая одна серия, которая пересказ предыдущих действий, через 25. А, да, кстати. И вот это такое ощущение, как будто не сделаем такую серию. Это обычно в начале нового сезона пересказывается предыдущий. Ну, это чуть-чуть, но там совсем несколько секунд, пару минут. А бывает прям пол серии. Ну, да. А вот есть именно в аниме сериалах такие приколы, когда серия повторяет предыдущие действия. Ну, знаешь, молодецкую серию начал аниме смотреть. И вот герои уже смотрят на свою свадьбу. И в этот момент сценарист подумал, что он недостаточно показал, как он ненавидит Василису. И происходит вот это. Ааа, это бабочка! Сейчас испортит всю фотографию. У Василисы еще и явно какое-то атрофированное чувство прекрасного, ведь с бабочкой фотка же явно круче получалась. Ну да, это же не мухонавозная какая-то. А вы кто вообще? Да, произошел эффект бабочки, и теперь Василиса не помнит Ивана. Имейте в виду, я изучала боевые искусства. Ну, значит, отсутствие Ивана в жизни пошло ей исключительно на пользу. Ведь она уже стала более интересным персонажем. Серый, ты чего? Какой я тебе серый? Я тебя в первый раз вижу. Да, похоже, Ивана в этой версии мира вообще никто не встречал. Секунду. Это же Шрек 4! Ладно, таких сюжетов вообще было немало. Можно, например... Я не помню, я не смотрел Шрека 4, мы смотрели. ...нинди в наших восьмидесятых. В ней главные герои размышляют о том, что они, наверное, вообще зря появились на себе. У нас речь тем более не смотрели. В результате нам показывают мир, в котором их никогда и не было. И, само собой, это антиутопия, в которой правит их враг Шреддер, и который, как выясняется, сам этому не рад. Мы возвращаемся в наш мир, которым управляешь не ты, не я. Возьмите меня с собой. Пожалуйста. Пожалуйста. Или там можно вспомнить «Назад в будущее 2», где мы видели мир без отца Марти Макфлая. Но, думаю, параллель со Шреком наиболее уместная. Ведь это тоже, как и Царевич, постмодернистская франшиза, которая, слегка зайдя в тупик, решила вернуться в начало, но при этом переиграть события. Называется «Либо возвращайся в начало», либо «Делай мультивселенную». Да, кстати. У тебя есть еще один выход. Мало ли добавить то «Человек-паука» и там... Эльзу. «Человек-паука» и «Шрек». Кто это? Нет, на Эльзу нельзя «Человек-паука». Это же там... Эльза точно диснеевская. Чем ты? «Человек-паук». Что ж ты с ней их выкупил, да, вроде бы, там? Лишь что, они раньше права? «Человек-паука». Но как это было в «Шреке»? Главный герой страдает от семейной бытовухи, от того, что все дни одинаковые, от того, что больше не живет жизнью настоящего огра и чувствует себя скорее посмешищем. И вот персонаж Румпельштельцхен предлагает великану сделку. Тот дает ему один день из своей жизни, а взамен получает возможность пожить для себя, а не для семьи. «Ну ясно же, что вся эта хуйня не имеет юридической силы». В результате Румпель забирает день рождения Шрека, и таким образом герой попадает в реальность, где он не рождался, и его никто не знает. То есть это последствия его действий. Он позволил себя надурить из-за переживания кризиса семейной жизни. Насколько же это более продумано, чем Василиса, которая просто куда-то полезла и все сломала, хотя дерево ей сказало, что нельзя вмешиваться. Причем непонятно, почему то, что она избавилась от бабочки, изменила реальность так, что все события... Она же просто подула, потому что дышать нельзя. ...эффект бабочки. Но почему он сработал так избирательно? Или все потому, что бабочка была именно на Иване? Но тогда, если он после событий, что показаны на фотографии, исчез из реальности, то с ним все равно уже успели познакомиться герои. Это не имеет никакого смысла. По-хорошему, именно Иван должен был изменить реальность, чтобы в течение истории бороться с последствиями своих действий. Ведь он тут главный герой. А в результате косячит тот персонаж, который и не знает, что он накосячил, потому что он теперь это и не помнит. Ивану приходится знакомиться и с серым волком, и с котом-ученым заново. А в это время царь подгоняет Василисе жениха. Добро пожаловать! Прошу. Кстати, почему-то царя больше не озвучивает Ивана Хлобыстин. Возможно, потому что во время озвучки он срывался на что-то подобное. Гойда! Ну, погоди у меня. Это смешно, потому что он тоже волк, как волк из Ну, погоди... Да. Итак, Ивану нужно составить конкуренцию жениху. И оказывается, что жених вот этот парень. А вот это его отец, который генерирует чудесные рифмы. Эх, черешня белая, влюбиться не успела. Я в лоб и из камина в волк, а мы сидим зубами щелк. Да. Муж в дверь, жена в дверь. С помощью волшебных семян от кота, как удобно, герои создают себе корабль и зовут Василису на круиз. Это же Титаник. Мы с айсбергом столкнемся и станем тонуть. Реально, ты же Титаник. Я не хочу вас расстраивать, но Титаник закончился не лучшим образом для героя парня. Там дощечка просто маленькая была. Откуда здесь айсберг возьмется? Видишь, эту штуку? Звук будет такой, что все ахнут. Очень будет на айсберг похож. Я просто вахну ему рукой вот так. А, понятно. Понятно, эти ребята утонули. Но, думаю, это стоило того, чтобы Иван потенциально замутил с Василисой по плану Волка, который пошел на все это ради чувака. С Тревакра много таких политических отсылок, да? Которого он знает сколько? Не все поймут. Несколько дней? Пару дней? Умрут. Так умрут. Как мы вообще ко всему этому пришли? А вот как встреча со старыми знакомыми обыгрывается в Шреке навсегда. Нам не просто показывают, что Огр со всеми знакомится заново, и вот уже по щелчку пальца в истории делает вид, что отношения персонажей такие же, как были раньше. Нет. Нам демонстрируют, что теперь осел на побегушках у ведьм, что работает на Румпельштильцхена, но при этом он даже цепляется за эту работу. Тихо, Огр. Меня могут уволить. А мне эта работа нужна. Я больше в квартет не вернусь. Или вот кот в сапогах, который теперь набрал немало килограмм, жирный. И давно оставил свои приключения позади. То есть мы видим, без Шрека их жизнь сложилась иначе. Да, наверное, в большей степени повлияло правление Румпельштильцхена, Скорее они, да, сути Шрека. Но тем не менее, мы смотрим на старых героев, чей путь пошел совсем по-другому. А смотря на серого волка и кота ученого, ощущение, что перед нами те же персонажи, что и, собственно, раньше. Ну и зачем тогда вообще было затевать все эти альтернативные реальности? Итак, корабль терпит крушение, и Иван пытается спасти Василису. Зачем вы меня преследуете? Давай я тебе все объясню. И не приближайтесь ближе, чем на три волны. Хорошо, хорошо. Слушай, я все понимаю, но не уверен, что у тебя сейчас то положение, где стоит выпендриваться. С другой стороны... У меня какой-то мега противный характер, что даже как-то спасать не захотелось. Противно, реально. Думаешь, идиота, пань на чемодане дурная какая-то. Ну и что, что он пришел тебе... Я бы ее не спасал. Ну, а то... Какая-то иностранная. Это, знаешь, как-то... Я бы у нее доску забрал и сам упал. Там чемодан, но у него своя была. Чемодан. Да, были сами его потопили. Ладно, беру свои слова обратно. От Ивана действительно лучше держаться подальше. Василиса случайно вламывает Ивану, пытается его спасти, и в конечном итоге всех спасает волк. И вот они приходят в себя на острове, который Василиса делит пополам. Ну, наверное, сейчас нам будут показывать, как плавно развиваются их взаимоотношения. Или просто начнет играть милая песня, и волны с фламинго будут собираться в сердечки, и они все прикоснутся руками. Хронометражный резиновый, вы сами понимаете. Ну ладно, все происходит не прямо так сразу. Хронометражный резиновый. Вначале... Ну ладно, вначале они оправданно показали, что было в предыдущих сериях. Они же там как бы... В этом был замут. А тут, видишь, хронометражный резиновый, тут мы развития не будем показывать персонажей. Ириса связывается с отцом и читает Ивану лекцию. Не обязательно все время мужчине быть героем. Женщины ничуть не хуже. Вот. Из уст другого персонажа такое звучало бы достойно. Но нет, человека, из-за которого вся эта каша и заварилась. А, ну да, это же была другая Василиса. Ну, в таком случае, я не уверен, что вообще имеет смысл возвращать вселенную в исходную стадию. Ведь эта Василиса мне нравится больше. Мог бы хоть цветы подарить. Хорошо. Вот знаешь что? Не нужно мне никаких цветов. Аааа! Ну... Ладно, основную часть времени она мне нравится больше. Ты повали, да? Я единственный раз попросила запечь в костре картошку, а ты вместо этого подсунул мне какую-то дурацкую рыбу. Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка? Ахаха! Остров символически ломается, Иван спасает Василису, но в результате все все равно падают в расщелину и находят там древнегреческий храм. Я владыка подземного царства. Аид? А вы Харон? Ну здорово. У нас тут мультфильм, если что, через 15 минут заканчивается, и только сейчас сценарист решет внести много потенциально интересных персонажей. Браво! Почему? Гениальный тайминг! Ну спасибо, что не в сцене после титров. В общем, боги недовольны, что у них теперь расщелина, но... Ваня, зернышко. Приходилось. Все нормально. Мы вам новую крышу сделаем. Мне кажется, каждый раз, когда сценарист не знал, как решить какую-то проблему, он просто вписывал туда волшебные семена, ведь, эй, это же сказка, зачем заморачиваться? Ой, Ваня, смотри, наши нити связаны. Так быть не должно. Ну вот. Бабочка! Василиса! А вы кто вообще? Нет, 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 только не еще раз, пожалуйста. Но забыла? Появляется царь, и вот уже Ивана судят за похищение царевны. На суде жених говорит, что не хочет свадьбы с Василисой, ведь он любит другую, и вообще все это только из-за давления отца. Василиса вообще ничего не помнит, Иван произносит трогательную речь, и его объявляют виновным. И тут появляется Аид, который зовет богиню правосудия Фемиду, которая вообще до этого в мульте не появлялась. И она, дотронувшись до Ивана и используя свои весы, объявляет следующее. Невиновен. А почему все послушали? Такой суд идет, какой-то чел с улицы такой заходит. Я, я, я это, Аид. Я, я бог, я сейчас, я пророк, я сейчас. Невиновен. И все такие, уху-ху-ху. Кайф. То есть у нас тут под конец появляется бог из машины, который все разруливает, причем это буквально бог. Причем гречески. А ведь именно древние греки придумали этот термин. Это либо гениально, либо идиотично. Скорее второе. Ты меня вспомнила? Нет. Да. А может и нет. А может пошел ты? В общем, все возвращается на круги своя. Балдеж. Ну, с Василисой все понятно. А что Фиона? В Шреке 4 в новой линии она раскрывается как совсем иной персонаж. Она теперь революционер, которому плевать на любовь. Ее цель это свергнуть тирана. В этом мире она сама спаслась из той самой башни в первой части. И это раскрывает ее с новой стороны. В то время как Василиса это явно... Странно тогда, если она спаслась из той башни, и она как бы Шреком не затусила, почему Фиона тогда в образе огрехи? Она должна была быть в образе человека, разве нет? Ну, то есть... Любой другой огрех поцеловал. Но знаете, что самое самое... Или она решила, что она огрех в душе. Раньше мне казалось, что сценаристы Царевича просто забыли, какой была Василиса в первой части. Однако нет. Как только мы возвращаемся в измененную временную линию первого мульта, перед нами появляется персонаж, который редко бесит, который постоянно проявляет свою начитанность, причем в том числе и по делу. Именно она тут разбирается в греческой мифологии и все поясняет. Василиса показана как довольно независимый и сильный персонаж. И в таком случае, какая вообще мысль у всей франшизы? То, что женщины тупеют после свадьбы, что ли? Получается, да? Я, конечно, не знаю, что происходило в головах сценаристов Шрека и Царевича. Но мне лично кажется, что они пришли к такой концепции от недостатка идей. Шрек навсегда далеко не лучшая часть, но она смогла переизобрести героев, дать им новые оттенки. А Иван Царевич, по сути, показывает нам все то же. Только с нами уже нет двух голосов из первой части. Один теперь иностранный агент, а другой... ГОЛОЙ! И в названии Иван Царевич и Серый Волк слово серый определяющее. Мульт абсолютно невзрачный. Выкатывает потенциально интересных персонажей только под конец и использует их для выхода из сюжетного тупика. Однако мультфильм все же сделал удивительное. Вновь показал мне Василису, которая не вызывает исключительно... Интересно, кассу собрал какую? Вот только показал способ, который я на того не стоил. И если верить сборам на репети, зрители со мной абсолютно согласны. Не, ну чё, они отбились вроде. В общем, вот такая вот получилась реакция. Спасибо большое за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. А давай ещё это видео посмотрим? А может лучше это? Сложный выбор. Сложный выбор. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok